Вечная, непроявленная природа Высшая, духовная энергия Кришны является трансцендентальной и вечной. Она не подвержена изменениям, происходящим с материальным миром, который с наступлением дня Брамы проявляется, а с приходом его ночи разрушается. По своим свойствам, высшая энергия Кришны прямо противоположна материальной природе. О высшей и низшей природе рассказывалось в седьмой главе Бхагалат-гиты. Но существует иная, вечная, непроявленная природа. Она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда все в материальном мире разрушается, она остается нетронутой. Вечная, непроявленная природа неуничтожима. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы с вами продолжим тему. Квалификация. Каништка Атхикари. Внешняя квалификация. Матхиама Атхикари. Квалификация разума. И утама Атхикари. Квалификация сознания. Итак, мы с вами говорили о том, что Атхикари Каништка означает... Ништка слово переводится как устойчивый. А Ка означает Кава. Временная устойчивость. Это означает, что живое существо неустойчиво еще в своем разуме, неустойчиво тем более в своем сознании. Все происходит на уровне объектов чувств, чувств и ума. То есть то, что называют сентиментализмом. Если вы помните, Сэндл означает чувство, а Ментал — ум. Чувственно-умственный уровень. И для этого человек, который встает на путь в духовной жизни, важно занять его чувство и ум. Поэтому важно дать ему какое-то ответственное поручение, которое смогло бы вовлечь его пять познающих и пять действующих чувств. Познающие, если вы помните, называются гианмендрия. Это зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. И есть кармендрия или тхармендрия. Два упоминания есть об этих чувствах. Тхармендрия — это означает, что все это предназначено для религиозной деятельности. А кармендрия означает вообще для деятельности. В соответствии с той гианой, которую человек получает. Как Кришна говорит, гианам вигианам шахитам, что гиана при помощи деятельности превращается во что? Вигианам. Итак, теоретическое знание превращается в реализацию. Что же за эти пять органов деятельности? Это две руки, две ноги, речь, анус и гениталии. Это пять действующих чувств, которые называют кармендрия. Итак, человек на этом уровне, уровне конечки, должен быть занят. Его руки должны быть заняты, его ноги должны быть заняты. Должен быть заняты, его язык, должен заняты, его быть, извиняюсь за выражение, анус и гениталии. Все должно быть занято. И как это занято, описывается в шастрах. Он должен действовать в определенном знании, которое он получает. И на первом этапе человек получает это внешнее знание. Итак, мы кланяемся, звеним в колокольчик, складываем руки, предлагаем что-то, слушаем. Занимаются все эти десять чувств. Плюс, говорится, двадцать первое, или вернее, одиннадцатое это чувство, это ум. Все это должно стекаться в ум. Вся эта деятельность. И этот этап называется вайдхи садана бхакти. Только при помощи этого, когда все занимается в деятельности, человек может измениться. Вот почему важна садхана. Важно, чтобы нас занимали. Важно не, чтобы мы себя занимали, поэтому приводится этот термин вайдхи или вирхи под руководством. Кто-то руководит нашими руками, ногами, руководит нашей речью, нашим вкусом, нашими глазами, ушами и так далее. Нам говорят что-то определенное. Называется занять слух шраваном. Мы смотрим на что-то определенное, на божество. Мы смотрим на какие-то объекты, пытаемся их связать с Кришной. Нам объясняют, как связать. Как смотреть на жену, на собаку, собакоеда, брамана, корову. Как смотреть на золото и камни и так далее. Как правильно соприкасаться с чувствами, через органы чувств, с объектами чувств. Как маленький ребенок, если он не знает еще, он может увидеть змею и попытаться с ней соприкасаться, с ядовитой змеей. Но когда ему дает знание, какой-то человек, которого он принимает за авторитет, меняется его отношение к этому объекту. Итак, не имея знания, он вовлекает свои кармендрии, чтобы трогать змею. Он не знает, как правильно соприкасаться и знание, называется гиана. Но когда он получает гиану и больше не трогает змею, знает, как с ней правильно, это проявляется, что? Вегиана. Итак, деятельность рук, ног, речи, ануса и гениталий приводится в движение посредством полученного знания. Гиана. Гиана означает знание о взаимодействиях пяти истин. Называют панчи таттва. Панчи таттва. Или еще называют сатьям, парам. Абсолютное знание о пяти истинах. Что же за пять истин? Мы с вами говорили. Это называется, слово взаимодействие, приводится на транскрите как самбанда. Самбанда. Взаимодействие пяти истин, которые проявляются в законе кармы, проявляются в треугольных материальной природе, проявляются как время, проявляются как душа и как сверхдуша. То есть Бог. Все эти пять сочетаний нужно изучить для того, чтобы понять истину. Итак, конечно, получает знания. Он как студент. Но вы знаете, все учатся по-разному. Есть двоечники, второгодники, троечники, ударники и отличники. Среди всех есть талантливые, но они могут быть троечниками и даже двоечниками. И могут быть зубрилы, книжники, снобы, черви такие, ритуалисты, которые могут быть отличниками. Я думаю, все вы учились в школе и вы, может быть, наверняка видели, что даже если человек отличник, это не говорит о том, что он талантливый человек. Я помню, у нас в школе были отличники, они просто зубрили все днем и ночью. Но были такие отличники, которые все легко давалось. И были у нас такие двоечники и троечники, которые были гениальны. Но они получали плохие оценки. Как правило, гениальные люди очень недисциплинированные. Им все легко дается, поэтому они ничего не ценят. И как правило, гениальные люди мало чего достигают в жизни. Поскольку их гений раскрывается, как правило, после смерти. Итак, также и среди преданных есть двоечники, есть зубрилы, есть гениальные. Есть разные. И вы наверняка замечали, что в школе очень важна дисциплинированность. Как бы все педагоги особое внимание уделяют посещению, уделяют внимание дисциплине, как человек себя ведет, как он общается и так далее. Поэтому всегда поведение, помните, какая оценка есть за поведение. Удовлетворительное, неудовлетворительное, хорошее, примерное. Итак, в духовной жизни поведение человека определяется таким термином, как послушание. Или браамачария. Браамачария или то, что называют таким термином, как садхака. Садхака. Послушник. В переводе на русский язык это послушник. Не слушающий, а послушающийся. То есть, как узнать, что он квалифицирован? Он то, что слушает, превращает в слушанье. Он действует так, начиная. Как увидеть, что человек внимательно слушает? Он так действует. Есть те, кто, как мы сегодня, помните, я рассказывал на истории про золотую статуэтки, про три. Когда толкают волосинку от чамары в одно ухо, то из другого уха она выходит. И так есть такие люди, которые им в одно ухо говорят, и тут же из другого оно все выходит на руку. Есть те, которым говорят, и оно в ухо попадает, и за рта исходит. И есть те, которые, когда толкаешь волосинку, оно через сердце из пупка выходит. То есть, выходит как реализация, как деятельность. И так, поэтому не надо идеализировать все, или все обобщать, что все равны. Мы все равны в своей духовной сущности, но во всем остальном мы различны. Мы даже различны в своих духовных вкусах и в своих духовных взаимоотношениях с Кришной. Поэтому я упоминал, говорится, Нила Расамри Тусинку, сколько живых существ, столько их взаимоотношений, не похожих друг на друга. И все эти взаимоотношения делятся на пять основных рас. Расы означают вкусы в отношениях. У каждого свой вкус в отношениях с Кришной. Есть такой вид, который называется Шанта Раса. Шанта означает восхищение, великолепие Кришны. Какой Кришна прекрасный. Вот иногда вы слышите, что кто-то приходит и говорит, а какие божества, а какой духовный член, а какие преданные, а какой, а какой, а какой. Но больше ничего. Поэтому это не Шанта. Потому что Шанта проявляется совершенно в другом. Это восхищение проявляется как Кана Окша. Кана означает, что чем чаще человек соприкасается с объектом восхищения, тем сильнее он притягателен для него. Это означает, что человек, который восхищается божеством, он все время думает о нем. Он все время пытается что-то сделать для божества. Он так восхищен, что он все время хочет сидеть, смотреть, созерцать это божество. Ему приносит это великую радость. Когда человек поднимается выше, проявляется дасья, желание служить объекту своего восхищения. Проявляется дасья. Вот почему говорится, когда женщина имеет мужа, которого она считает героем, то есть восхищается, то несомненно в ней может проявиться естественная потребность в чем? В дасье. Да. Поэтому ему говорится, естественная потребность проявляется в служении только тогда, когда мы кем-то восхищаемся. Иногда мы восхищаемся ребенком. Поэтому он такой толстенький, такой кругленький, такой розовенький. И мы говорим, ну вот там женщина держит ребеночка. Она служит ему, он на ней не сидит. Вернее, он сидит на ней, но она на нем не сидит. Потому что он не восхищается ей. Она восхищается ребенком, поэтому ребенок сидит на ней. Она служит, она стала креслом. Если ребенок захочет, она станет кем угодно, лимовочкой, снегурочкой. Она станет деревом, будет изображать тигра, льва. Смотрите, в духовном мире также все это проявлено. Когда объект нашей любви хочет что-то, мгновенно тот, кто его любит, принимает любое положение. И также женщина, когда она кем-то восхищается, это означает, она испытывает это чувство восхищения, то за этим следует желание служить объекту своего восхищения. Не исполнять обязанности, а служить. Служить это значит как-то радовать объект своего восхищения. Тогда проявляется анукулья, желание наслаждать объект своего восхищения, желание удовлетворять объект своего восхищения. Как Романуджа Ачари встретился с одним йогом, имперсоналистом. И этот йог, он сказал, я слышал, что ты великая душа. Я очень много слышал о тебе, великий Романуджа. Я хочу тебя попросить, научи меня полюбить Бога. Он был имперсоналистом. И он сказал ему, а ты кого-нибудь любишь? Он сказал, что ты, я не так глуп. Любовь это страдание, ты же знаешь, я йог. Он сказал, что ты, никогда не любил женщину? Он сказал, я же еще раз тебе повторяю, ты меня испытываешь, наверное. Женщина это мая. Зачем любить это все? Романуджа совсем погрустнел и сказал, как же ты хочешь полюбить Бога, когда ты вообще еще не научился любить? Ты не любишь женщин, не любишь отца с матерью, не любишь детей. Как же ты можешь полюбить Бога? Ты хочешь достигнуть последней ступени, не взойдя еще даже на первую. Иди и полюби кого-нибудь. После этого только придешь. Итак, некоторые люди подавляют в себе это. И Кришна говорит, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от объектов, есть притворщик. Нужно научиться, как правильно любить, как правильно соприкасаться, как правильно восхищаться, как правильно служить. Поэтому говорится, Анукульена Кришна, ну, Шиланам. Шиланам означает в четком соответствии с наукой. Любовь это наука. Наука любви. Даже есть целая наука чувственных наслаждений, называется Кама Сутра. Это как свести к минимуму реакции за чувственное наслаждение. Как правильно наслаждаться, если у человека возникают кучи всяких фантазий, то, по крайней мере, как он может их реализовывать, чтобы получать минимальные реакции. Называется Тамаса. Когда у человека куча всяких проблем, как в Бхагаватам описаться, когда человек хочет есть мясо, когда он хочет убивать, когда он хочет заниматься сексуальными утехами, виды говорят, если уж прямо не может, то, по крайней мере, узнай, как это свести к минимуму реакции от этого. Как правильно это делать, чтобы к минимуму свести реакцию. И, говорится, человек, который пытается исполнить даже свои какие-то очень странные желания, но делает это авторитетно, в соответствии с Писаниями, он постепенно видит результат и постепенно осознает, что знание — сила. Что сила вся в знании. Он привлекаться начинает с знанием постепенно. И так он от одного уровня, там, Тамасики, невежество, переходит к другому разделу, раджастика, страсти. Потом переходит к сатве и постепенно поднимается до шутха сатвы, до чистой благости, до трансцендентальной науки. Как можно понять духовную энергию, как в Библии Христос говорит, когда его апостолы спрашивают, «О Господи, почему не говоришь нам о небесном?» И он отвечает, «Как могу говорить о небесном, когда земного понять не можете?» Итак, мы все, несомненно, хотим слушать Лилы Кришны, что-то про Кришну, как Он с Гопи вляшет, как они там обнимаются, нектар всех этих взаимоотношений, читать какие-то книжки, я говорю, которые великие личности даже не могут осознать. Но мы, несомненно, все очень продвинуты, мы говорим о житии святых, христианских, мусульманских и так далее. Мы восхищаемся. Несомненно, мы восхищаемся. Но на каком уровне? И так существует восхищение в невежестве, в страсти, в благости. Есть истинное восхищение. И это истинное восхищение, то есть нематериальное восхищение, и называется шантой. Слово шанта означает нематериальное восхищение. Кто же может испытывать сейчас на нашем уровне нематериальное восхищение? Очень легко увидеть упа шанта. Упа шанта означает предшествующее, то есть восхищение в гуне благости. С примесью страсти, преобладая восхищением в гуне благости, но там есть немножко примесь страсти и чуть-чуть невежества. И когда низшие гуны вычищаются, проявляется шанта. Чистая благость. Шуда, сатва. И проявляется это восхищение. Но для того, чтобы увидеть человека, что он в шанте, мы должны понимать, что такое, когда он в гуне благости восхищается. И на сегодняшний день мы почти не обнаруживаем среди друг друга таких людей, которые бы хотя бы в гуне благости восхищались божеством. Это означает в гуне благости что такое? Просветленный, возвышенный, получивший знания, освободившийся от реакции прошлого, мудрый и религиозный. Мудрый и религиозный человек, возвышенный, просветленный, освобожденный от реакции прошлого. В чем же выражаются реакции прошлого? В том, что у нас есть тяга. К чему? К страсти и к невежеству. У нас есть тяга. К страсти и к невежеству. И поэтому мы не можем осознать положение божества, потому что знания приходят в гуне благости. Знания. Как прекрасно божество. Вы можете видеть в Индии такие странные божества с позиции современного зодчества. Очень такие странные. Или как вот полюбить шилограмма шилу. Очень сложно. Можно, конечно, писать письма, восхищаться. Там целое ведро шилограмм шилы привезли, всем раздали. Теперь все в экстазе. Но для них это не больше, как Бакстан Сарасвати говорил, шилограммы шилы для колки орехов. Почему он так говорил? Что они поклоняются шилограмму шиле с материальными желаниями. То есть используют шилограмм шила для семейного счастья, для денег и так. То есть это одно и то же, что используют шилограммы шилы для чего? Для колки орехов. Какая-то материальная деятельность, глупость. Поэтому в гуне благости человек совершенно по-другому восхищен Божеству. Он в знании находится, в очищенном состоянии, и он по-другому совершенно воспринимает Божество. Его молитвы и желания совершенно иные. он не использует Божество для колки орехов. Для чего же используется Божество? Он хочет знания, он хочет проникнуть в тайную тайну, в духовную науку. Его интересует духовная наука. Почему нас не интересует духовная наука? Почему наши материальные желания становятся нашими целями? Есть люди в гуне благости. Как узнать, Капила говорит, у них нематериальные цели. У них есть материальные желания, которые они не возводят в ранг своих целей. Поэтому если эти материальные желания не исполняются, они остаются спокойными. Тхира. Они становятся уравновешенными. Что же уравновешивает их гуна благости? Гуна благости уравновешивает гуну страсти и гуну невежества. Поэтому счастье это гуна страсти, а несчастье что это? Гуна невежества. Слава это страсть, а критика или хула это невежество. Почему же человек остается неизменным? Потому что он в гуне благости. Именно в таком состоянии человек может постигнуть природу божества. Начинать постигать природу божества как оно прекрасно. С этого момента человек начинает понимать положение духовного учителя, постигать постепенное положение духовного учителя. Поэтому не уменяется отношение к гуру. Абсолютно. Он никогда не забывает что хочет духовный учитель. Что против он он не пытается искажать его фразу. не пытается заполнить наставление духовного учителя своими собственными измышлениями. потому что он просветлен. Он возвышен. Над чем же он возвысился? Над мирскими ценностями. Он возвысился. Теперь это не ценно для него. Хотя у него есть желание, а не эти желания теперь уже что? Не к цели. Пусть они будут. Поэтому шастра говорится материальные желания и духовный прогресс полностью сочетаем. Но материальные привязанности и духовный прогресс абсолютно не сочетаем. И Шива Крупада приводит пример как люди хотели переплыть реку ночью. Они все запрыгнули в лодку. Один человек сел на нос, повернулся к ним лицом и стал их вдохновлять. Он был авторитетом, президентом лодки. И раз, давайте сотрудничать. И раз. И он вдохновлял в общем-то он хороший. Лекция была там сноса. И они гребли и гребли, гребли и гребли. И каждый думал вот сейчас мы прямо сейчас стукнемся в берег противоположный. И они гребли. Столько сил было потрачено, столько энтузиазма. Все. Но постепенно зацветало. И вдруг они так стали бросать в лесу и смотреть ему за спину. Он сказал что это такое? Давайте. Они сказали не, 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 ты посмотри что там такое. Оказалось что они не отвязали веревку. Поэтому они остались на месте. Но столько энтузиазма, столько вдохновляющих лекций, столько сотрудничества и никакого продвижения. Вот почему говорится духовный прогресс и привязанности материальные бессмысленны. Поэтому человек должен отказаться от материальных привязанностей. Что такое привязанность и что такое желание? Привязанность когда вы не можете без этого обойтись. То есть привязанность это означает материальное желание возведенное во что? В смысл жизни, в цель жизни. Как мы говорим потребности материального тела еда, секс, сон и оборона. Кто-то говорит «А, да мы можем без секса там!» Сейчас очень можно, кричать, что мы йоги можем без секса. Хорошо, ты можешь без секса. Ну-ка, прекрати дышать тогда. Он говорит, причем здесь дыхать? Хорошо, больше не ешь. Говорится, это четыре потребности тела, еда, секс, сон и оборона. Вы знаете, в Библии очень интересная история описывается. Там было древо знания и Адам с Евой подошли к этому древу знания. И когда Адам удалился вопрошать Господа, пока он там вопрошал, змей из этого древа знания сполз. И Кришна Бхагалдита говорит, есть древо познания мула прокрытый или его еще называют гьян брыкша древо знания. И говорится, листы на этом древе ведические гимны молитвы, а плоды чувственные наслаждения. и так с этого древа познания срывают змей яблочко какое? Как яблочки называют? Райские. Как вы думаете, в районе чем наслаждаются? Сома расой, которая позволяет дать человеку просто колоссальную половую потенцию. Пить и вступать в незаконные половые отношения. Пить для того, чтобы быть очень удачливым в сексуальной жизни. Сома раса. И змей приходит к объевате. Вторая женщина, рожденная из огненного жертвоприношения. Что значит огненное жертвоприношение? Кто принес это жертвоприношение с влечками отписывается? Адамарию пожалел. Как вы думаете, почему говорят без в ребро? Ну, потом ногой поймете, не буду застрять. А то Министерство женщин меня свернет. Как раз после 8 марта. Итак, это форма, это тело, не больше. Душа остается единой. Единая сущность это душа. Но тело разное, обусловлено по-разному все. Итак, этот змей берет яблоко и начинает Еве говорить, вкуси плоды этого древа познания. И Ева соглашается, и она вкушает. и удивительно, что с ней происходит. Как вы думаете, она стала стесняться, что она ест, стала стесняться, что она спит, или она стала стесняться, что она обороняется. Что же больше всего ее забеспокоило, как вы думаете? В Библии это описывается. Обнаженная. обнаженная. И что же она прикрыла? Грудь, лицо, попу, извиняюсь за выражение. Что же она прикрыла? Такая обнаженная. Что же она увидела обнаженным-то? А? Почему она еще не стеснялась своего лица, плечей, грудь, живота? Говорится, она срам прикрыла. Чем же она прикрыла его? Это называется фиговый листок. А листья этого дерева это что? Вот так вот они и прикрывают свой срам молитвами. Не они это, не я не имею в виду христиан, а люди. Люди. Так они пытаются прикрыться священными писаниями, не понимая их сути. И поэтому Каништха он также кричит. Вот там цитируют шастры, что все это женщины майя, секс это разруха и так далее. Явно в его речах куча много всего, что не связано с знанием. Антипатия. Он не может видеть трезвые вещи такими, какие они есть. Поэтому он думает, что секс это уже плохо. И мы с вами вчера обсуждали, что Каништха приходит к выводу, что не надо наслаждаться. как вы думаете, откуда у конечно столько критики политики, неудовлетворенности всеми окружающими. Они удерживают свои чувства. Они все супер брахмачарии. Они все наиштхи к брахмачарии становятся. Или урт хворета. думают, они начитались книжек и думают, о, самое главное это хранить семенной фонд. На который в общем-то никто не посягает. Но у них начинается мания, что все посягают на этот семенной фонд. И они начинают избегать. Но они лицемерят. Итак, Каништхи, когда они удерживают свои чувства, в первую очередь половую потенцию, они едят только просад, естественно. Так где-то на Санкиртане можно что-то съесть в киоске, когда никто не видит. А в храме только листья туласи и только просад. Но опытные люди уже знают. Все новички очень серьезно меня слушают. Но опытные люди уже знают, о чем я говорю. Тот, кто давно уже здесь ест, они знают. Они знают, что я очень реализованные вещи говорю. И так, они пытаются удерживать все. Оттуда порождается политика, недовлетворенность, критика других религиозных систем, критика женщин, детей и так далее. Эти все гурухулы появляются с изнасиловыми детьми, ущемление прав женщин в искон, или там что-то еще опускают их ниже конвенционного люка и так далее. Почему? Потому что люди не удовлетворены. Они искусственно удерживают свои чувства от их объектов, думая, что они йоги великие. Кто-то пытается бросить жену, детей, искон вообще всех победил по количеству разводов. Давно уже всех победил. Это ужасно. Института семьи не существует. Это ужасно. существует такое знание, которое разрушает семью. Арджуна называет это безобразием. Вагалдгитер. Он говорит, самые гнусные личности это разрушители семейных традиций. И так семью нельзя разрушать, потому что цель семейной жизни это дети. Но поскольку люди подобны животным, они делают целью семейной жизни что? Секс. пропады говорит люди даже хуже животных, потому что у животных нету абортов. Они не соображают, что как-то можно что-то такое туда вставить или что-то наоборот сделать, чтобы этого не было. Они невинны в своей сексуальной жизни. Люди более ухищрены, более низкие, чем даже животные. Поэтому шахтры их называют негодяи. Животные, не негодяи. Оно невинно в своих сексуальных взаимоотношениях, даже когда целая стая собак бегает за одной собачкой. животные. И то люди видишь ли там что-то кричат там на них изобразие, а не ханджат. Потому что люди сами не лучше, они просто более искусно это что делают? Скрывают чем фиговым листком? Несомненно, они религии всегда прикрывают. Вот почему когда я вам рассказывал эту историю, один пришел и хотел изучать писание, он сказал он будет прикрывать что-то. И мы видим как люди когда у них проблемы они начинают очень рьяно изучать что-то и начинают об этом говорить что-то изучают что-то чтобы прикрыться фиговым листком. Потому что тот кто вкушает плоды древа знания говорит единственная причина по которой живое существо не может вырваться из плена кандалами и оковами материального мира являются сексуальные взаимоотношения а они проявляются только тогда когда человек пытается наслаждаться плодами. Поэтому Библия очень авторитетное произведение Парупада всегда говорит тот кто изучит ведическую концепцию он может правильно увидеть все религии и увидеть их что? Единство и различие не отличие а различие как правая рука и левая рука но прикрепленная к одному телу Итак все очень авторитетно и когда живое существо вкушает плоды с дерева познания мы сейчас здесь все находимся у древа познания мы изучаем все это и появляются плоды и те кто наслаждаются плодами этого знания они предлагают их кришне несомненно у них возникают какие проблемы несомненно несомненно сексуальные проблемы и они в результате того что наслаждаются плодами религиозности они попадают в мир двойственности в мир добра и зла вот почему они то что по отношению к ним приятно они говорят что это добро то что им неприятно они считают это злом поэтому они не находятся в равновесии и тогда они становятся поборниками добра другие становятся поборниками чего зла так идет это вечная борьба вечная борьба добра и зла мы думаем что добро и дугуна благости нет это страсть потому что добро чувственное вот почему Кришна сказал Арджуне что все это счастье и несчастье добро и зло рождаются из чувственного восприятия из чувственного это чувственно умственный уровень сентиментализм поэтому чем более похотлив человек тем он более что правильно это говорится в йога сутре по танжеле объясняет и самыми сентиментальными между полов являются кто вот почему понятно что у женщин больше сексуальных проблем в 9 раз женщина более озабочена сексуально чем мужчина поэтому говорится женщина в 9 раз больше украшает свое тело чем мужчина 9 раз значит сильнее ложное эго и поэтому чтобы защитить женщину чтобы снизить эти проблемы в библии и во всех шастрах говорится ведах говорится что женщина должна служить то есть пытаться кого-то наслаждать действовать желанием удовлетворить не удовлетворяться а удовлетворять иначе она будет деградировать потому потому что ее шахты камыш шахты в 9 раз сильнее чем камыш и мужчины говорится один половой акт для мужчины это вообще ничего для женщины физиологически это знают врачи и то что для женщины 9 половых актов для мужчины вот это один поэтому женщины больше не удовлетворены когда они еще не знают своей природы они думают что нет у меня меньше просто они не знают об этом и поэтому когда половая потенция не удовлетворяется мужчинами которые не знают законов религии почему Арджуна беспокоится он говорит что когда они прекратят соблюдать религиозные обязанности и находиться под защитой мужей то они все станут причиной появления кого варна санкры то есть они похотливы станут потому что никто их не будет обуздывать они станут похотливыми и тогда они начнут бороться за равноправие они начнут эмансипировать потому что выброса нету половая потенция не занята они никому не служат кроме детей а детям они не служат как авторитетом как авторитетом можно служить только отцу как авторитету можно служить мужу и в старости говорится только в старости женщина может принять авторитет старшего сына поэтому говорится что женщина должна быть под защитой в детстве отца служить отцу обязательно в юности или в молодости она должна быть служанкой мужа и в старости она должна стать служанкой кого старшего сына если человек не понимает этих тонкостей то у него также рождаются проблемы так и человек когда говорится он сдерживает сексуальную потенцию искусственно никому не служит то она никуда не исчезает она не трансформируется карма шахти не трансформируется в бахти шахти вану кули сева только может трансформировать карма шахти в бахти шахти то есть служение называется только тогда когда вы делаете что-то для удовлетворения своего объекта и делаете именно то что его удовлетворило вы не являетесь мерилом исполнение обязанности это означает вы мерите вы говорите я сделаю я готовил вкусно ешь вы готовите для языка того кому вы готовите вы стираете так как ему нравится гладите так как ему нравится одеваетесь как нравится И тогда, говорится, эта потенция трансформируется. Через Анукулия Сеу у женщины начинает развиваться что? Гуна благости. Служить это гуна благости. Служить это гуна благости. Итак, говорится, что жена полностью разделяет реализацию мужа. Какого особенно? Когда муж служит кому? Богу, несомненно. Поэтому для женщины было важно всегда найти мужа, который слуга Бога. Но женщины сейчас ищут мужа для чего? Чтобы он исполнил все ее желания. И мужчины, они не служат Богу, они служат своим чувствам. Как и женщины. Поэтому мы видим, что браки распадаются. И мы в своей деятельности также оказались неквалифицированы в этом. Мы очень много болтаемся. Мы прикрылись чем? Фиговым листком. Везде кричим о Боге, прикрываемся шастрами. Но наши семьи разрушаются. Потому что духа служения еще нет. Нету еще духа служения. Итак, когда Абрахмачарий также удерживает или конечко удерживает свои чувства, то естественно, неудовлетворенные чувства выливаются в политику, в сепаратизм, в критиканство, в идеализацию. И говорится, что сексуальные проблемы никуда не уходят. Грубая сексуальная потенция легко сдерживается. Но она вытекает как вода. Попробуйте сожмите воду. Вы можете сжать воду? Нет. И так, когда человек сжимает свои грубые сексуальные желания, они уходят и превращаются в какие? В тонкие. Это желание славы, желание почести окружающих и так далее. И желание богатства. Вот почему человек, когда он не служит, мы можем видеть, он вроде не нарушает принципы, но у него желание машин, желание денег, он все ради пожертвования начинает делать, там то есть все опять. Славу хочется много распространять, чтобы все кричали Киджай, ложную скромность изображать, чтобы все прославляли, что он такой смиренный. Как узнать, что человек нечиславный? Если вы не будете его прославлять, а даже более, будете его что, критиковать, он никаким образом не будет затронут. Но как узнать, что он просто искусственно удерживает? Суть не в том, что он вступает в какие-то грубые отношения. Нет. Он просто никому не служит. Он исполняет обязанности, но служит он, продолжает служить своим чувствам. Вот почему многие санкертанщики в нашем движении, распространители книг, превратились, как вы думаете, в кого? В коммерсантов. Желание денег. И именно в шастрах сразу было упомянуто, что тот, кто не трансформирует это, просто будет искусственно удерживать, но не будет этого духа служения, у него появится желание богатства, почести, славы и власти. И тогда они кидаются в политические все эти ходы. Тогда они начинают общаться с коммерсантами. Вы никогда не замечали, как человек богатый появляется, и все начинают отраживать? Почему? Как появляется красивая Матаджи? Пять. Все стремятся и проповедовать. Все стремятся много распространять, слава нужна. Много что-то делать, нужна слава. И так говорится, хрен на ельке, не слаще. Это означает, что эти люди не квалифицированы, они конишки, ахикари. Они конишки, они не квалифицированы, они не понимают, что вожделение трансформируется только в результате анукулия сэвы, когда вы кому-то служите. Анукулия означает, с желанием удовлетворить его. И только когда вы видите, что он удовлетворен, тогда вы счастливы. Тогда вы чувствуете, что вы послужили. И никогда свое удовлетворение не выдаете никому за то, что удовлетворен тот, кому вы так служите. Потому что так делают только, конечно, неквалифицированный человек. Потому что если у него была бы квалификация, он бы так никогда что-то не делал. Почему? Он не враг себе. Говорится, ум может быть другом, а может быть врагом. Потому что ум называет Бхагаладхита, Чанчала, непостоянный и изменник, изменчив. И когда человек не подчинил свой ум желанием своего господина, его ощущением, его представлением, то ум становится врагом. И если бы человек был квалифицирован, он бы наоборот подчинил свой ум и чувство. Кому? Повелителю чувств. Индриям, хришаке, шесеу. Через кого? Через чувство Гуру. Через чувство Гуру. И так, живое существо не понимает, чем удовлетворить, как удовлетворить. Что же удовлетворяет Гуру? Один из учеников подпрыгнул и перед Шилу-Прупадой он очень много распространял книг. И чтобы другим утереть нос, он сказал, Шилу-Прупаду, скажите, что больше всего вас удовлетворяет. И он, естественно, ожидал, что Прупада скажет распространение книг. Прупада посмотрел на него и сказал, меня всего больше удовлетворяет, когда человек развивает любовь и преданность Кришне. Он был очень недоволен Шилу-Прупадой. Таким образом, деятельность, когда развивается любовь и преданность Кришне, когда человек делает что угодно, что будет творить Гуру, что угодно, что позволяет ему развить в себе сознание Кришны. Не какую-то самость, а сознание Кришны. Слуга не может говорить, я буду это делать и все. Я сказал, буду это делать и все. Я считаю, что это самое важное. Говорили там те, говорили те, но мы можем не понимать то, что говорил. Потому что, судя по тому, как мы действуем, у нас большие проблемы. Как народа сказал змее, никого не убивай, приду, проверю через полгода. Пришел, она выполняла эту миссию, лучше всех, прославилась в лесу, как самая-самая Киджай. И он увидел ее, такая худая, ободранная, со сломанным зубом, с выкачанным глазом, шкура до пупа ободрана. Так и гуру нас застает, таких похотливых, завистливых. Сказал, распространяйте. И мы вдруг странными какими-то предстаем перед ним, обиженными, оскорбленными, привязанными. И он говорит, как ты до этого докатился? «Елкино!» Кришна так и не дал понимания. Поэтому Кришна говорит, я даю понимание только тому, кто служит мне. Только тому, кто сделал меня своей целью. Я сохраняю все, что он имеет, и даю все ему, что ему не достает, не для счастливой жизни, а для достижения этой цели. А цель кто? Я. И Кришна говорит, я цель, метод и средство. Поэтому Кришна говорит, по моей милости ты преодолеешь все перипетии бытия мирского. По моей милости. Только по милости Кришны можно через что-то пройти. Как это там мукам короткий вачалан. Только по милости Кришна. И Вишанатыч Кравак Титхакур говорит, милость Кришны подразумевает бакта-карунья, милость преданного. Потому что Кришна дает милость через своего преданного. Вот почему надо стать Дасом. Вот почему женщины, желая получить милость Бога, становились Давидаси, служанками Даса. Они становились женами преданного. И тогда всю реализацию они так же что? Все, что получал муж, автоматически получали они. Просто служа ему. На уровне быта. Полностью. Девахути служила Кардапа Муни. И пришел Капила, стал говорить, и она обнаружила, что она все понимает. А понимание в результате чего пришло? Кому? Кардамуны. А кто он был? Хакта. Бакта-карунья, она получила милость, Бога получила, в результате служения своему мужу, который был Бактой. Так и ученик, он получает милость Кришны, когда он служит его преданному. Гуру. Милость Гуру проливается на того, кто служит уполномоченным Гуру. И так далее. Даса-даса, а ну даса-га. И Прабхупада создает искон, чтобы полностью отразить идеальную структуру духовных взаимоотношений с президентами, с комендантами, с секретарями, с Джи-Би-Си, с Талант-Акси, с Шик-Ша-Гуру, с Дик-Ша-Гуру, с Варт-Мана-Гуру. Для чего? Что бы вы научились что делать? Служить. Никто не сможет понять Кришну, не служа вот так вот. Вот почему Рамануджи сказал, иди и кого-нибудь полюби. Потому что когда ты полюбишь, проявляется какой аспект? Служение. О! И он говорит, как же ты можешь познать Бога, когда ты никого никогда не любил? А Бога можно познать только через служение. А ты никогда не развивал в себе умное настроение слуги никого. Ни женщины, ни ребенка, ни отца, с матерью. Ты никому не служил. Как же ты можешь сейчас познать Бога, такой отвлеченный? Ты никогда никому не служил. ты всегда служил только ради того, чтобы кем стать? Господином. А Господь Он один. Отсюда идет слово Господин. Итак, человек всегда сбит строку и не может понять, как служить. Поэтому, конечно, он сначала удерживает свои чувства, а поскольку он испытывает неудовлетворение, он в итоге, говорится, возвращается к чувственным наслаждениям. Потому что удерживать долго чувства от их объектов, что невозможно притворяться. Невозможно. И тогда приходится что? Прикрываться чем? Вот это называется пракрита сахаджия. Когда человек начинает прикрывать свое вожделение чем? Миша с нами, писанием. И выдавать это за духовный прогресс, за духовные реализации. Он просто скрывает свою похоть. И тогда он пытается прикрыться фиговым листом, потому что он наслаждается плодами здрева познания. И поэтому еще на это чековарь Китакур говорит, когда человек начинает прогрессировать, к нему естественно приходят удача, деньги, почет, уважение, слава. Материально все приходит к нему. Кама готова служить ему, Дхарма готова ему служить, Артха и Мокша. И если он начнет этим наслаждаться, то он вкусит плоды этого древа, которыми его соблазнил. Кто? Кали соблазняет плодами этой деятельности. Поэтому говорится, что когда человек наслаждается плодами, ему ни в коем случае не избежать сексуальных проблем. И тогда ему приходится прикрывать свой храм. Как ни странно, в Библии говорится, что это фиговый листок с этого древа. А листы на этом древе Кришна говорит, что? Шлоки. Шлоки. Стихи. Молитвы. Ветические гимны. Вот почему ему столько много шлок надо прикрываться. Итак, конечно хочет к себе уважения. это называется пуджа. Потому что Канишка прекратил грешить. Как? Внешне. Внешне. Теперь органы его не грешат. Долго ли можно удерживаться, если никому не служишь? Нет. Будет неудовлетворение. Поэтому вы не удивляйтесь, что оппозиции появляются, какие-то неудовлетворенные и так далее. Психические отклонения появляются. Будет это происходить всегда. И только квалифицированный человек, который имеет адхикару, может понять, почему, что происходит с этими людьми, почему так происходит, почему какой-то ученик все боится снять шафран и одеть белое, считая, что грехаска это падшая личность. Он может не понять. И что же такое носить шафран? Это все трифуты, но нужно понять, для чего я пою гуру-пуджу каждый, каждое утро предный пою гуру-пуджу. Для чего? Чтоб подчиниться. Если вы не знаете цели того, что вы поете, все это превратится в ритуальную деятельность. Ритуальная деятельность превратится в то, что вы будете считать, что тот, кто каждый день ее поет, продвинут, а кто не поет, не продвинут. Кто встает два часа ночи, продвинутый, кто встает шесть, не продвинутый. Вы будете ко всему относиться с позиции ритуальной деятельности, никогда не оцените мягкосердечие, приятность человека, вы не сможете ее разглядеть. Как Дакша он проклял народу Муни. За что? Нарада Муни сделал его сыновей Брахмачария. И Дакша, который олицетворенная карма Канда, говорится, карми следует так строго всему, ритуалисты, так строго всему следует, что чистый предный даже не сможет так действовать. Карми такие ритуалы могут выполнять, которые предный не способен охватить. У него нет того возможно этого премия. Он на сознании держится. у него нет такой жажды. Ассад тришто, жажда материальных наслаждений. Нет такой жажды. Но пока есть жажда, естественно будет человек кем? Ритуалистом религиозной системы. Пока есть жажда, но он должен понять цель ритуала. Когда нет внутри, очень важно это хотя бы иметь где? Снаружи. Для чего я все делаю снаружи? Чтобы это появилось где? Внутри. чтобы начало появляться внутри. Вот почему пропады говорит, что сначала очень много правил предписаний и по мере прогресса эти правила достигают своей цели. у человека появляются внутренние. Все эти состояния приходят к нему изнутри. И тогда об этом нет необходимости. Он кое-что делает лишь только для того, чтобы поддерживать. То 5 это не исчезло. Но когда этого нету нужно это очень серьезно делать. Как мастер спорта? Он может поддерживать свое мастерство, но поддерживать и развивать, как вы думаете, где больше трудиться надо, чтобы поддерживать или развивать. Таким образом продвинутый предан поддерживать может что-то, а не продвинутый ему надо что-то? Больше трудиться. Больше трудиться. Как больной, пропад приводит пример больного, тоже очень много правил предписаний. Но по мере выздоровления необходимость в этих предписаниях отпадает. И человек иногда просто лежа с больными делает это, чтобы показать, что-то пример, чтобы они не подражали, потому что они больны, и они могут начать подражать здоровому. Поэтому их просят в стационаре находиться. А в стационаре все отбирают. Деньги нельзя иметь, потому что больные напиваются. Но вы не знаете об этом? Тон, тебе врачи? А постоянно там квасит эти больные. особенно тем, кому это очень нельзя делать наоборот. Они пьют постоянно, какие-то легочники все курят, эти венбольницах они постоянно за забор бегают куда-то непонятно. Наоборот, то, что у них очень сильно, поэтому там ничего нельзя иметь. Телевизор стальки, стальки, лекции о политических событиях. Я так шучу немножко, но вы можете понять. Рупада именно этот пример приводит больных людей. Они все одинаково одеты. Иногда чтобы не завелись в шии, и что? Бреют. Иногда бреют для того, чтобы человек был отреченным, чтобы никуда не свалил. Рупада иногда смеялся и говорил, мы бреем голову, потому что мы в таком виде не пойдем в ресторан. И все это приняли как за истину. Рупада шутил, потому что для них бритая голова, это факт. С такой головой никуда не пойдет. Но брить голову не в этом, не потому что ходить в ресторан. Вы думаете, что господь читания приумнула, чтобы не ходить в ресторан? Это как все думают, что не есть мясо для левосердия. Ну это так же глупо. Или думают, что если в азартных играх не участвую, я правдивый. Ну что? Что? Это в начальной стадии хотя бы приобщить человека к чему-то. Приобщить. Это приобщает человек. Итак, коништка, можем понять, что с ним происходит приблизительно, почему так действует коништка, почему он таким образом все время выкрикивает что-то. Но какой коништка? Непослушный. Непослушный. Поэтому так важно вайды и садана бахте. Итак, человек может быть сбит с толку. Есть одна история коништки. на дороге сидели два нищих. Один был коништка Атхикари, а другой был Матхяма Атхикари. И как это вызвать? Они собирали подаяния. Жили на подаянии. Ну как настоящий монахин. Гуру им сказал. И дитя. Они вышли на дорогу. И один протянул руку и стал кричать. Уповаю на царя! Уповаю на царя! А второй ему руку опускал и говорил ты что уповай на Бога? Матхяма ему уповай на Бога. Он говорит встань уповаю на царя! Уповаю на царя! На лидера! На президента! Уповаю! Уповаю на лидера! Уповаю на и смотрит два сидят брахмика брахмачарь измухи. Шифран белый низ и шифран вверх. Комбинация такая. В шахтрах их называют упа курвана брахмачарь который только и думает как жениться. И поэтому изображают из себя отреченных чтобы привлечь внимание женщин. Потому что женщины особо привлекаются какими? Отреченными да. А поскольку женщины не соображают кто отречен то они думают раз шафрани вот он неженатый значит там отречен они тоже негомантифицированы. И он опять руку протянул уповая на царя о царь батюшка так сказать о великий о Наранарайна о ты не зашел о лотосные стопы царя ой ой бах бух 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 на общем такое а тут время за раку тянет уповая на бога и царь поезжал так как раз ему не очень понравилось это что ему не понравилось уповая на бога потому что царь же даже олененка спасти может. И царь так подошел, посмотрел на того, который, говорю, уповая на Бога, и дал тому, который уповал на царя горсть золотых монет. И так посмотрел на того, который уповал на Бога, говорит, Хариболь. И они уехали. Тот подумал, как Буратинова. Теперь я куплю 100 курток для Бабы Карла, квартиру маме, то-се, вышлю там, родственникам, куплю себе новый пьедер, красавки, барабан, саблю и щенка бульдога. На следующий день царь возвращался из того места и смотрит. Этот сидит с барабаном, саблю, щенок бульдога, красавки у него на ногах. Уповая на царя, уповая. А тут опять такой белый низ. И он говорил, уповая на Бога, уповая на Бога. И царь сказал своему одному подопечному, остановимся. Они остановились, сошли за коней. Он сказал, у нас есть коровая хлеба, лука хлеба. И царь туда драгоценных бриллиантов натолкал в хлеб. Много золотых монет. И один бриллиант был целый состояние, а он целую кучу туда. Несколько десятков бриллиантов натолкал и очень много золотых монет. И он вышел из-за коня. И опять подошел, и тут уповая на Бога. Замолчал, так и смотрит на царя. А тут говорит, ваше величество, лотосные стопы, вы не зашли, вы необычная личность. Ну, знаете, короче, как. Вам знакомо это жизнь. И царь так, на того, который уповал на Бога, так на него смотрел, и дал этот каравай тому, кто уповал на царя. И уехал. Тот был так счастлив. В следующий раз царь возвращался и думал, что же там происходит. Смотрит. Тот уже со старым дырявым барабаном сидит. Сабли у него же такая. Сабли нету одни ножны. Кроссовок нету. Продал все уже. А того, который упал на Бога, вообще нету. Царь подъезжает. Тут... О-о-о-о! Ну, понятно. О-о-о! Магьяна, Тибиранда, Сия! Янаджа, нашелокая! Чакшурум, дилетам, ян-я! И... Ваше Величество, вы самые великие из всех великих! И он говорит, а где этот-то? Он говорит, да я не знаю, что-то он, падла, разбогател вообще. А где булка хлеба, которую я тебе давал? Он говорит, так ты дал мне, я потрогал. Он говорит, тяжелый, я думаю, сырая, плохо выбеглась. И я дал ему. Я говорю, да, что, булка хлеба мне не нужна. У меня еще были деньги. Он взял, говорит, спасибо. Бог подал. Пошел, отдал жене. Жена стала резать. И обнаружила большое богатство. Теперь они живут счастливы. Ваше Величество, подайте, пожалуйста. Царь постоял, посмотрел на него. Взял его за руку, убрал руку и сказал. Дурак ты! Не уповай на меня. Уповай на Бога. Хариквична. 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 Но существует иная, вечная, непроявленная природа. Она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда все в материальном мире разрушается, она остается нетронутой. Пожалуйста, может быть, есть вопросы. Я понимаю, часто, что, когда пытаюсь успевать, ты не надо внимательно, ты пытаешься, ты не делаешь. Но очень часто получается, что это единый таблиц. Как это разделяется? Как это будет разница? Есть сентименты, есть сентименты. Просто эмоции начинают проливаться. Развлечить можно только тогда, когда есть разум. Мы должны знать функции. Функции сознания. Функции ложного эго. Функции разума и функции ума, и чувства. Когда мы не знаем функции. Когда мы не знаем функцию всего, что с нами происходит. Когда мы не знаем функцию правой и левой руки. Называйте правила правой и левой руки. Зачем левая рука? Ну вот, видишь? А ты еще хочешь понять, что это? Почему у человека два ухода? Правая и левая. Ну правильно. Это прямо из той сказки. А зачем? А зачем он сожирает тебя? Зачем две руки? Чтоб обнимать вас. Зачем две ноги? Чтоб ходить к вам. Так. Надо узнать о функциях. Каковы функции сознания? Что происходит, когда сознание включает? Что происходит тогда в уме, что возникает? Как действуют разные функции? Есть форма предмета, есть свойства предмета, есть качества предмета. И так нужно познать, чем все это отличается друг от друга. Ты сможешь понять, если ты не знаешь, в чем разница между сознанием и разумом, ты не сможешь понять. Так же человек, когда он не может различать, где экстаз, а где сентиментальность, он, значит, должен узнать, где не экстаз. Что такое экстаз? Ты вообще знаешь, что такое экстаз? А как же ты хочешь его различать? Ага. А? Как ты будешь это различать, если ты не знаешь? А, чтоб я сейчас тебе... Дал информацию, как различать. Ну, этому надо учиться. Должен узнать о том. Сейчас я не могу этого сказать. Знаешь, как один мудрец зеленый орех взял и сказал... Можешь вытащить оттуда ядро, не потревожит ядро. Он сказал нет. Что скорлупа плотно к ядру, и скорлупа мягкая. Если ее собирать, то потревожишь. Он сказал, почему? Он сказал, потому что плод незрелый. Он тогда взял другой орех, зрелый, и сказал... А сейчас можешь так сделать? Он говорит, конечно. Разломил и вытащил ядро. Вот точно так же и продвинутый человек. Вы можете что-то внешнее разорвать, и его это не тревожит. Но если он незрелый, все, что вы внешне делаете, так не тревожит его. Это что? Он осознает себя кем? Телом. И когда в теле проявляется какое-то возбуждение, он это принимает за что? За их стаз. За их стаз. Не принимает даже. Вот это есть. Поэтому нужно понять, что такое функция ума, что такое материальный интеллект. Что такое истинное эго и ложное эго. В чем различие ума, к чему стремляется эго, к чему стремляется ложное эго. Посредством чего действует разум, ум, чувство. Все это надо узнать. Видишь, столько лет мы с тобой общаемся, и ты сейчас первый раз задал такой вопрос. Экстаз, видимо, хочется. Нет? Что? Кришна в Бхагавад-Ги тебе дает, как раз мы сегодня по Бхагавад-Ги читаем. Он объясняет, что вы чувствуете, что такое ум, как их занимает, что такое разум, что значит различать. Как ты можешь различать гуны материальной природы? Умом? А человек может ощущать влияние гуны? А ощущение это функция чего? Ума. Правильно. Так как же разумом различать? Ты знаешь об этом? Знание. Итак, знание, когда разум получает знание, он становится сильным. И разум начинает пронизывать что? Ум и чувство. Разум начинает действовать через ум и через чувство. Но когда в разуме нет знания, тогда чувство действует через ум на что? На разум. Все наоборот. Это очень просто. И тогда объекты оказывают сильное влияние на чувство, которое оказывает сильное влияние на ум, которое просто элементарно убедит и заставит это принять что? Разум. Все очень просто. И поэтому такая цивилизация, она все на объектах чувств строит. Самое главное спустить общество до уровня объекта чувств, чтобы было легко управлять им. Колбаски помахал? Все, проголосуют. Земля крестьянам зовут рабочим. Все разводят, все, все сразу. Объектами. Заманить объектами чувств. Даже не самими чувствами, а объекты. Повлиять через объекты на чувство живого существа, которое находится на каком уровне? Слуга чувств, да? На чувственном, сентименталист. Поэтому похотливая система, она всегда связана с этим. Поэтому свобода секса, там, то, сё, голубые всякие везде, всё это, всё так пропагандируется, свободный секс, ничего, разводы, то, сё, это нормально. Рожда, рожать детей без мужей, там, то, сё, какие-то государственные мужи, всё остальное, целомудрия нету, всё. Раз нет целомудрия, всё, уничтожается. И женщины, и мужчины тянут целомудрия. Поэтому так важно Ашрама. Слово Ашрама подразумевает внутреннее, как правильно взаимодействовать между полами. Говорится, это унижение рассматривать противоположный пол как лишь источник удовлетворения своей половой прихоти. Это унижение. Если женщина так смотрит на мужчину, что он должен давать ей деньги, и сперму, ребёнка, то она смотрит на него не лучше, чем как на быка. Если мужчина смотрит на женщину, что она просто должна ему стирать и готовить, то это также унижение. Также унижение. И что она должна просто удовлетворять его сексуальные потребности и молчать. Нет. Поэтому мы видим, что институт семейных взаимоотношений очень зыбкий. разрушается, потому что все эти браки в гуне и межество, вся их надежда на созидание направлена лишь на разрушение. Поэтому все, кто они женились, ради того, чтобы созидать, надо опытных людей просто поспрашивать вам. У нас много опытных людей. Вы поймёте, что такое экстаз. Надуманный. Сонат Магаслами говорит, предное служение — это не надуманный экстаз и не сентиментализм. Можно себе надумать экстаз под влиянием чувств. Чувства возбудились, и вы думаете, вот это возбуждение и есть что? Экстаз. Продолжение следует. Нету эмоций к чему? По отношению к экстазу. Просто ещё стороной. Если есть выполнение обязанностей, есть служение. И вот тут, где бы, ну, как я понял, в ваших словах, что это выполнение обязанностей, без экстаза, без желания, просто ещё стороной. Экстаза нету. Экстаз — это вторая ступень в преданном служении. Первая ступень называется садханавайпхи-бхактей. Это регулируемое преданное служение, которое должно привести к преданному служению в экстазе. А преданное служение в экстазе приводит к преданному служению изнутри. Одно приводит к другому. Как не происходит, что сейчас кто-то будет в экстазе. В результате очень глубокой сцены человек может достигнуть экстаза. Только в результате глубокого. То есть результатом садханы в Айтхи-бхакте появляется экстаз. Если ты никому не подчиняешься, у тебя нет садханы, как же можно ждать какого-то экстаза? Я, как я вас спрашиваю, но можно, конечно, чтобы в Айтхи-бхакте садханы? Можно, конечно, если вы следуете наставлениям. Желание, да, несомненно. Село, это на куле село. А в экстазе точно так же служит. Не для своего экстаза, так сказать. В экстазе. Экстаз, что кто-то в экстазе. Вот откуда экстаз. А не то, что я в экстазе плевал. А вот, девчон, я в экстазе. Гуру, я достигну саду. Вы не рады? А я вообще счастлив. Похоже, вам надо мне предаться, потому что я в экстазе. А вы еще нет. Что? Как развить себе это желание наставить? Надо восхищаться. Вы должны его убить. Зависть на вас. Не надо завидовать. Не надо завидовать. Как избавиться от зависти? Кто знает, зависть откуда проистекает? Не знаю, что это звучит. Беспривязанность. Правильно, беспривязанность. Беспривязанность. Зависть возникает беспривязанности. К чему же завидует животивство? К тому, к чему оно привязано. Кто-то завидует славе, кто-то завидует. К чему угодно. Поэтому говорится, завистливые и злонравные, низшие среди людей. В 16 главе Бхагалдита Кришны их так называют. Завистливые и злонравные, демоничные люди. Они очень завистливые. Какие-то зависть перерастались в злонравие. Из зависти они так действуют. А завидуют они почему? Из-за привязанности. Им кажется, что кто-то наслаждается больше, чем они. Они думают, что тот, кто что-то имеет, он наслаждается. Поэтому они начинают испытывать антипатию. Хотят взять эти источники чувственного наслаждения. Говорит, демоны, они очень завидуют преданным. Они не завидуют Кришне, потому что не понимают положение Кришне. Кришне. Они завидуют преданным особенно. Демоны всегда завидуют преданным. Говорится, что Дурьядхана, он не завидовал Кришне. Потому что, чтобы завидовать Кришне, надо, по крайней мере, понять, что он верховный наслаждающийся. А это только предный, может быть. Он не понимал положение Кришне. Он считал его гениальным человеком, чем угодно. Но он был сам гением. В Бхагалдите, говорится, Дурьядхана был гением политики и гением дипломатии. Гением. Знаешь, что такое гений? Кришне, который парадоксов грубит. Он был гением. И он думал, что Кришна такой же гений. Поэтому зачем завидовать был? Потому что Кришна не был гениален в политике и дипломатии. Поэтому нечем было завидовать. Поэтому Дурьядхана не завидовал Кришне. Но он очень завидовал Арджоне. Очень завидовал на Кулице, Хадеи. Особенно он завидовал Кхиме. Особенно. Почему? Потому что качество проделается. Мы иногда завидуем качеством. Кто-то завидует объектом, а кто-то завидует качеством. Благодаря этим качествам человек объекты какие-то имеет. Вот как, допустим, предный. К нему приходит что? Слава. Приходит материальный достаток. Приходит чувственное наслаждение. И мы можем начать завидовать этому. Таким образом мы завидуем качеством человека. Его преданности. А качество преданности. Это также качество кого? Потому что живое существо духовно, качественно равно кому? Кришне. Таким образом мы косвенно завидуем Кришне, завидуя преданному. Или вообще мы завидуем любому, кто наслаждается больше нас. А кто больше всех нас наслаждается? Кришне. Мы забыли. Поэтому друг другу мы можем завидовать. Но зачем завидовать? Надо просто продвигаться. Все достижимо для всех. А если завидуем для себя? Ты помнишь, я про платок рассказывал? С узлами, безусловно. Нет, я тебя не люблю. Ученики очень завидовали Гуру. Они думали, о, какая слава. Но он им сказал, зачем вы мне завидуете? Просто развяжите узлы, и вы будете такими. Не больше. Что ты хотел? Я вам немножко. Списка из стандартных. Он не продавидовал, он просто привлекся на качество. Да. Он привлекся. Завидовать и привлекаться — это разные вещи. Зависть выражается, я еще раз говорю, в злонравии. А привлеченность в том, что человек следовать хочет таким же путем. Привлекается. Тот, кто завидует, он критиковать начинает. Болтает все кучу. Пытается очернить, как в историях есть. Адвайте Ачари, один, Шриваса Ачари, один завидовал, его успеху проповеди. Но он был брахмачарин, а Шриваса Ачари был грехаской. И он был так успешен в проповеди, что люди все всегда на него ссылались, говорили. Ну это естественно. Всем, кем мы вдохновляемся, мы ссылаемся на него, говорим о нем туда-сюда. И его это задевало. И он считал, что грехаска не может быть продвинутым. Но он видел результат, и он завидовал. Когда он проповедовал, никто такого не почитал. Как бы он себя ни вел, его не почитали. Потому что ложное эго, оно не привлекательное. Только привлекательное сознание Кришны. И Шриваса Ачари был привлекательным для людей. Люди ему жертвовали, там, то-да-сюда. И такая зависть у него была, что он взял и в парфенарий поклонения дурги ему там подложил. Чтобы люди утром вышли и увидели, что как будто бы он как тантрик какой-то. Что он тантризмом занимается, что он там всякие губни, всякую фигню. И все остальное. И с завистью он был. Что он завидовал. И когда Шриваса Ачари, он вышел и увидел это все. Он стал кричать, люди, смотрите. И опять всю ночь занимался танцами, тантрами. И все начали хохотать. Никто не поверил. Потому что они очень хорошо знали его. Пожалуйста, есть вопрос. Утром на лекции вы говорили, что человек за посвящение, повторяя святое имя, не оказывает на душу влияние. На душу это оказывает влияние, когда человек слышит это из уст возвышенной личности. Это оказывает на душу влияние. Но его собственное повторение оказывает пока еще, потому что он не чисто воспевает. Чистое святое имя оказывает влияние на сознание. Сразу. Но оскорбительное воспевание на сознание не оказывает влияние. А другие процессы? Ну, кармические какие-то. Это, говорится, определенные процессы происходят. Но, говорится, слушать святое имя из уст материалиста, это одно и то же, что пить отравленное молоко. Поэтому конички, они везде поспевают, в автобусах, в трамваях, везде кричат, Харе Кришна, всем. Кришна, Бог! Они говорят, Кришна, всем пихивают. И поэтому они совершают оскорбления. Они распространяют славу святого имени неверующим. Они даже не знают, что из-за этого и духовная жизнь также накрывается медным тазом. Поэтому всегда просят неофитов, пожалуйста, не проповедуйте своим, там, родным, близким. Не оскорбление, не уносите. Потому что проповедовать тем, кто в это не верит, это оскорбление. Потому что они начинают, что делать? Критиковать. Начинают уносить. Не надо этого делать. А вот, ну, по стране люди, мы иногда составляем банки, Я не знаю, это все уже как бы модерн токинг. Модерн, осторожно, модерн. Я не знаю, я понимаю, что когда люди подготовлены к чему-то, вы им даете. Но иногда я эти бумажки вижу в туалетах. Какая-то помощь. То есть, мы пропадают из педалов. Если вы человеку дадите, он не сможет это выкинуть. Так, вы скажете, вот, есть мантра, Ари Гришна. Не веришь, не надо. Он не может взять эту манту, которую вы ему сказали, сюда вытащить и подтереть. Но когда вы даете бумажку, вы можете ее порвать, выкинуть, бросить цветы. Мы так же становимся оскорбителями. Попадет в хорошие руки, ладно? Ну, в основном, люди эти бумажки выкидывают. Когда вы где-то на программе раздаете, чтобы люди пели, совсем другое. Они уже слушают, что это вот священность, и все равно потом думают, как же. А куда нам дети? Возьмите себе, пусть у вас лежат. И они у них как-то более относятся. Но когда вы просто всем рассовываете. Рассказывать о славе, о скормлении. Говорить о славе святого имени, неверующим, в славу святого имени. Они могут верить в Бога, но они могут не верить в славу святого имени. Это оскорбление. Важно действовать под руководством. Даже то, что ты спрашиваешь, это говорит о том, что ты не получал никакого руководства в этом отношении. Наоборот, может быть, какой-то другой путь. Когда мы слушаем неквалифицированного человека, он дает нам неквалифицированные наставления. Понимаете? Квалификация в чем? Это находиться вблизи. А близость это не телесная близость, а близость в сознании. То есть находиться вблизи наставления. Вблизи с то, что упанишада означает находиться вблизи с гуру. А ученик сближается с духовным учителем, когда он делает то, что хочет гуру, а не делает то, что хочет он. Ладно ли, да? Спасибо.